Новый год – время чудес и исполнения желаний. Дети с нетерпением ждут праздника, пишут письма Деду Морозу с просьбой подарить определенную вещь или игрушку. Однако не у всех есть возможность воплотить желание ребенка. Тогда на помощь приходит благотворительная акция «Снеговики-добряки». Подробнее расскажем в следующем сюжете. У 13-летней Эмилии серьезное заболевание, однако это не мешает ей заниматься творчеством, плести из бисера и рисовать. А чтобы процесс был еще интереснее, у Деда Мороза девочка попросила умную колонку Алису. У колонки Алисы можно узнать много всего полезного, интересного, задавать разные интересные вопросы. Плету, успокаиваюсь, плету еще. Исполнить детскую мечту может вовсе не сказочный волшебник, любой горожанин или организация. Для этого можно стать участником акции «Снеговики-добряки». Цель благотворительного проекта – подарить ребятам кусочек новогоднего волшебства. Письма «Снеговикам-добрякам» пишут ребята, имеющие проблемы со здоровьем, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также проживающие в пунктах временного размещения Челябинской области. Мы находим этих детей, связываемся с ними, они пишут письма, рассказывают свою историю о своей жизни, о своей судьбе, заказывают подарок в пределах 10 тысяч рублей. И мы это все размещаем на сайте. Ну не мы, а копирайдеры. То есть мы только собираем заявки, отправляем их им, организаторам, в Челябинск. Они обрабатывают это все, размещают на сайте, и потом находятся снеговики. Магнитогорск участвует в акции «Третий год». И каждый раз желания детей меняются. Например, в этом году большая часть подарков – гаджеты. Также велосипеды, батуты, бассейны и музыкальные инструменты. Подарить детям веру в чудо может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт «Снеговики-добряки», заполнить регистрационную форму, выбрать историю ребенка или несколько историй, чье желание будет исполнено, приобрести подарок и передать его организаторам. Ангелина Зотова, Антон Трофимов, информационная служба, медиагруппы «Знак».